Добрый день! Начинаем наш вебинар «Как добавить товар в 1С Управление торговли 11.4». По программе нашего вебинара у нас будет, соответственно, какое-то вступление, что такое номенклатура, ее классификаторы. Вкратце расскажу про виды и типы номенклатуры, что такое характеристики, для чего они применяются, какие бывают подходы к организации нашего справочника номенклатуры, группы доступа, единицы измерения, наборы упаковок, качество товара, штрих-кодирование, сертификаты, учет, тары, динамические наборы и товары, продаваемые совместно. В конце покажу про работу с сервисом 1С Номенклатура. Для начала номенклатура. У нас, собственно говоря, основной справочник нашей программы, в частности, Управление торговли на основании, которое мы будем сегодня проводить демонстрацию. Это справочник, который находится в разделе НСИ, то есть Нормативно-справочная информация и администрирование. Здесь, в первую очередь, используется в разделе, в группе НСИ, такой пункт, как Классификаторы номенклатуры. И здесь мы можем видеть, собственно говоря, все наши варианты классификации, то есть в разрезе чего у нас может формироваться этот справочник. Это виды номенклатуры, это единицы измерения, там же указываются наборы упаковок, серийный учет, складские, ценовые, сезонные группы, и общероссийские классификаторы, и много-много еще других элементов. Давайте я вам продемонстрирую. Это демонстрационная база управления торговлей, редакция 1С4. При приобретении поставки настоятельно рекомендую устанавливать помимо пустой базы, в которой вы будете вести учет непосредственно вашей организации, также устанавливать еще демонстрационную базу в дистрибутиве, которая поставляется вместе с программным продуктом. Эта возможность имеется, и здесь есть первоначальные сведения, которые для примера заполнены. Собственно, на этих вот сведениях сегодня мы будем проводить демонстрацию. Заходим в раздел «НСИ администрирование». Здесь есть наш раздел «Классификаторы номенклатуры». И здесь у нас заводятся все-все-все справочники, которые подчинены справочнику номенклатура, в разрез чего у нас хранится и структурируется этот справочник. Вот они виды номенклатуры, единицы измерения, наборы упаковок, складские группы упаковок и номенклатуры, ценовые группы, настройки финансового, аналитического учета, типоразмеры упаковок, они также нужны для того, чтобы организовать учет адресного хранения, то есть с учетом размеров номенклатуры их упаковок. Группы доступа, кому разрешено работать с этой номенклатурой, кто имеет право редактировать. Сегменты для деления номенклатуры на группы, по которым можно ограничивать области действия соглашений с клиентами или с области действия скидок, наценок. Сезонные группы актуальны для тех, у кого сезонный товар. И общероссийские классификаторы. АКВД, КПД-2, АКВД-2, общероссийский классификатор продукции, ТНВЭД и так далее. Виды алкогольной спиртосодержащей продукции, кто работает с ЕГАИС, все находится вот здесь, в одном большом разделе классификатора номенклатуры. Также в разделе НСИ и администрирования у нас есть еще раздел настройка разделов информативно-справочной информации. Что мы можем здесь видеть? Заходим в этот раздел. Вот он зелененьким выделен. Настройка разделов. И здесь, собственно говоря, настройки создания номенклатуры. Прежде всего мы здесь видим разрезы учета. У нас здесь можно выбрать такую вот галочку, как множество видов номенклатуры. Если ее убирать, соответственно, у нас доступно по умолчанию будет только товар, либо услуга. Если мы хотим использовать максимальные возможности программы, множество видов номенклатуры, такие как работа, например, тары, наборы, то, соответственно, мы ставим галочку множества видов номенклатуры и проставляем еще дополнительные параметры. Например, сегодня будем смотреть еще так же наборы номенклатуры, многооборотная тара. И ставим галочку «Предлагать дополнить документы» многооборотной тарой. Это для того, чтобы программа выдавала соответственное предупреждение и автоматически заполняла нам, помогала заполнять документы. Мы будем использовать характеристики номенклатуры, упаковки, серии товаров. Хочу обратить внимание, некоторые галочки по умолчанию сейчас у нас потухшие, потому что включение некоторых опций подразумевает, что нельзя снять галочку других опций, то есть они зависят друг от друга, и, соответственно, автоматически они жить не могут. Например, кто работает с маркировкой, он знает, что по любому маркировка подразумевает под собой учет по сериям товаров. Также у нас будет рассмотрено качество товаров, обобщенный учет некачественных товаров. Далее идет раздел «Единицы измерения». Здесь у нас указываются основные единицы измерения, с которыми будет работать программа. По умолчанию они у нас все заданы. Килограммы, метры кубические, квадратные метры, штуки и литры – это все из единого классификатора, единиц измерения. В программе есть уже заведенный единый классификатор. Окей, можно вот сюда вот зайти по кнопке «Подобрать из классификатора» и добавить любую единицу измерения, которая вам понадобится. Можно раскрыть, как бы вот здесь вот все видно. Здесь идет код по международной классификации, обозначение, числовой код, то есть можно найти по числовому коду, можно найти по обозначению буквенному и так далее, и добавлять вот из этого классификатора единицы измерения. Единицы измерения для отчетов. Это используется для того, чтобы у нас используемые базовые единицы хранения делились, то есть мы храним в одних единицах измерения, а отчеты нам удобно выводить в разных единицах измерения. Они могут совпадать, но могут и не совпадать. В разделе «Настройки создания» у нас здесь идет настройка префиксов, внутренних штрих-кодов «Ян» тоже становится немного поподробнее на этом. По умолчанию обычно стоит контроль уникальности номенклатуры, характеристик по сочетанию значений реквизитов. Это задается для того, чтобы у нас не было создано одинаковых видов номенклатуры, названий и их сочетаний характеристик. Соответственно, мы исключаем возможность появления дублей. Сегментирование вот в этом разделе включается. Настройка поиска и подбора. Обычно используют расширенный поиск и подбор. Это для работы, актуально для тех номенклатурных справочников, у кого очень много позиций номенклатуры, и, соответственно, расширенный поиск вам дает большие возможности. Дополнительные информации. У нас здесь заводится такая информация, как номенклатура поставщиков. Тоже расскажу чуть позже подробнее. Номенклатура, продаваемая совместно, и сертификаты, классификаторы номенклатуры. Настройка миграции внутренних штрих-кодов и другие узлы распределенной информационной базы. Это немножко более для разработчиков, для программистов. Но мы вот насчет вот этой вот классификации тоже в разделе штрих-коды немножко остановимся подробнее. Остановимся поподробнее на видах и типах номенклатуры. Основной, так сказать, базовый справочник. Это виды номенклатуры, типы номенклатуры. Виды, они обязательно базируются на типах. Что это значит? Ну вот если мы создадим, допустим, новый вид номенклатуры, у нас вот здесь есть такой пункт тип номенклатуры. По умолчанию он, естественно, не указан. Мы его указываем. У нас, так как мы выбирали множество видов номенклатуры, возможно, соответственно, множество вариантов выбора. Помимо стандартного товара или услуги, вот у них есть еще свои, соответственно, особенности учета. Если это товар, то у нас есть вариант выбрать, что это обычный товар без каких-либо особенностей учета. Если это алкогольная продукция, мы работаем с ЕГИСом, выбираем вот этот пункт, драгметаллы отдельным пунктом выделены, продукция меховая, маркируемая для госинформационной системы. Здесь отдельно заводятся сами контрольно-идентификационные знаки, КИЗы для ГИСа. Они тоже выделены в отдельный тип номенклатуры. Также здесь есть подконтрольная продукция ВИТИС, тоже указывается как отдельный тип номенклатуры. Если у нас создаваемая номенклатура является услугой, мы выбираем переключатель услуга, и здесь мы можем выбрать, что эта услуга у нас выполняется либо организацией-продавцом, либо выполняется организацией по агентской схеме, либо выполняется партнером. То есть сторонним исполнителем предсопалым продается по агентскому договору. Если мы выбираем, что наша номенклатура является работой, работой обычно являются нематериальные ценности, которые закупаются, производятся или реализуются клиентом, учитываются в подразделении получателей. Особенность работы, отличие от услуг, это то, что по работам ведется количественный учет и учет себестоимости. То есть есть дополнительные затраты на осуществление какой-то работы. И соответственно учет этих затрат ведется в программе. Также у нас есть тип номенклатуры «Тара». Она учитывается у нас отдельно. По работе с «Тарой» есть отдельное рабочее место. То есть по работе с многоворотной «Тарой» мы создаем отдельный тип номенклатуры, отдельный вид соответственно номенклатуры. И есть у нас возможность выбрать, что это набор. То есть наша номенклатура является не просто отдельным товаром, а она состоит из каких-то отдельных частей. То есть набор – это комплект. То есть это позиция у нас, сам набор, допустим, набор мебели. Он у нас не хранится на складе, что в количестве набор один штук, допустим. Он у нас хранится из составных частей. Мы видим, что у нас есть столько-то штук стульев, допустим, для этого набора, столько-то штук столов и так далее. Но при этом все, у нас есть отдельная номенклатура, которая состоит из вот этих комплектующих. Формируется она динамически. Тоже об этом расскажу немножко позже. Вот за функцию выбора набора определяется именно вот этот переключатель. Ну, давайте попробуем, допустим, выбрать какой-нибудь товар. Просто пока без особенностей учета. Что мы здесь еще можем указать? Ну, естественно, наименование вида номенклатуры. Обратите внимание, что это сейчас мы создаем не карточку номенклатуры, а именно вид номенклатуры. Вот здесь наименование мы указываем то, которое нам удобно, и то, которое максимально отражает именно группу, либо позицию какой-то ассортимента. По умолчанию, вот справочники вида номенклатуры, я вот закрою, у нас в демо-базе заведены основные виды номенклатуры. Это вот работа, товар, услуга. Если посмотрим их подробнее, вот у нас выбран уже тип номенклатуры товар, группа видов номенклатуры, это папка, в которой он лежит, наименование сам товар, и наименование берется из настроек программы. Продажа этого товара оформляется реализацией товаров и услуг. Если бы это была услуга, здесь можно выбирать, что услуга у нас оформляется либо реализацией, либо актом выполненных работ. Вот, настраиваются отдельные категории и характеристики. В данном случае у нас вот именно вот этот вид номенклатуры товар, обычный он ведется без разреза характеристик. Как видите, галочки здесь нет. Мы сейчас находимся в справочнике вида номенклатуры. В справочнике вида номенклатуры, основные виды номенклатуры у нас заведены работа, товар, услуга. Мы остановились на том, что товар у нас подразумевает определенный тип номенклатуры. Это товар. Если мы создаем новый вид номенклатуры, вот здесь вот тип у нас доступный. Товар, услуга, работа, тара, набор. В товаре есть у нас товар без особенностей учета, ЕГАИС, ДРАГМЕТАЛЛЫ, ГИСМ, ИКИЗЫ и ВИТИС. Отдельно. Про работу я уже отдельно сказала. Возвращаемся. Какие еще у нас виды номенклатуры? Возможно, в демобазе у нас приведены также ВИТИС с сериями, с сериями характеристиками, с характеристиками. То есть в зависимости от того, в каких разрезах ведется, какие свойства номенклатуры используются, мы здесь проставляем нужные параметры. И для этого есть смысл заводить иногда новые виды номенклатуры. То есть если у нас идет учет в разных условиях, соответственно, мы заводим новый вид номенклатуры. Еще раз вернусь к моей презентации. Если посмотреть на блок схемы, типы номенклатуры, работа, товар, услуга, набор ТАРа. Товар подразделяется на дополнительные подпункты. Услуги у нас выполняются либо организацией, либо по агентской схеме выполняются партнерам. Все остальные существуют уже так обособлены. Работа, набор ТАРа. Если переходить к видам номенклатуры, то можно сказать, что эта схема более такая ветвистая, потому что на каждый тип номенклатуры создается отдельный вид. И иногда на каждый тип номенклатуры создается несколько видов номенклатуры в зависимости от условий ведения. То есть видов номенклатуры, как правило, всегда намного больше. По поводу характеристик. Если, перехожу в базу 1С. Если мы создаем новый вид номенклатуры, выбираем, что это товар, у нас есть возможность выбрать, что этот товар ведется в разрезе характеристик. Для этого мы ставим вот эту вот галку характеристики. Что это дает? Ну, в частности, характеристики очень часто используются в одежде. Например, у нас есть такие характеристики для костюмов, как цвет и размерный ряд. И есть смысл вывести это в отдельные характеристики, чтобы нам не заводить, что у нас есть костюм синий, костюм черный, отдельными позициями номенклатуры. У нас будет одна позиция номенклатуры, но внутри нее будет возможность выбрать, соответственно, цвет или нужный размерный ряд. Вот здесь, в окошке списка характеристик, есть такая настройка, что можно выбрать общие для вида номенклатуры, можно выбрать общие с другими видами номенклатуры и индивидуальные для номенклатуры. Что это дает? Сам по себе справочник характеристик, он подчинен справочнику вида номенклатуры, либо может быть подчинен справочнику непосредственно номенклатуры. То есть, если вернуться опять же к презентации, вот первый вариант – это когда у нас идет общий список характеристик для вида номенклатуры. То есть, независимо от того, сколько у нас будет создана номенклатур этого вида, для них всех будет один общий список вида характеристик. Например, это какой-то товар у нас, вид номенклатуры «Товар», и у него есть, допустим, характеристики, варианты покрытия. Вот этот один общий список будет использоваться на все номенклатуры, которые присущи типу виду «Товар». Бывает так, что у нас есть общий справочник список характеристик, и он используется для нескольких видов номенклатуры. То есть, не только для одного там вида, но и для нескольких. Ну, например, по какой-то причине вот у нас обувь мужская ведется по своим каким-то критериям, обувь женская по своим, но при этом всем у них есть общий список, характеристик – это вот расцветки, цвет обуви. И тогда, соответственно, у нас список характеристик один, при этом он соответствует двум видам номенклатуры. И иногда бывает такая ситуация, звук у нас есть, перезайдите, пожалуйста. Меня сейчас же слышно, напишите, пожалуйста, в комментарии. Напишите, пожалуйста, есть ли звук. Звук есть, перезайдите, пожалуйста. Третий вариант – это если у нас справочник характеристик подчинен непосредственно справочнику номенклатура. То есть, тут уже для каждой номенклатуры, для каждой отдельной карточки будет заведен свой список характеристик. Ну, например, конструктор Лего, и чисто к нему присущ вот этот список вида деталей. Потому что, например, в других товарах вида деталей не будет. Это уже индивидуальные характеристики идут. В плане введения справочника номенклатуры, обычно, ну, вот как мы, если брать, например, 10-ю версию управления торговлей, как правило, заводили люди номенклатуру просто по папкам. То есть, если продемонстрировать это в справочнике, такая возможность, конечно же, тоже есть. Все администрирования. Заходим вот сюда, в раздел номенклатура. Так, экран, демонстрацию, видно. В разделе НСИ и администрирование номенклатура. Здесь непосредственно наш справочник номенклатуры с уже заведенными карточками. Он нам открывается в 11-й редакции в несколько непривычном виде. То есть, если в десятке, как правило, открывался список папок, и можно было сразу найти, в какой папке лежит нужная карточка номенклатуры, то здесь нужно обращать внимание на вот эту вот галочку «Виды и свойства». Здесь есть у нас навигация. То есть, мы можем переключать, как нам искать нашу номенклатуру. По вот этой шестеренке мы выбираем, что у нас есть навигация по видам и свойствам. Про виды номенклатуры я только что рассказывала. И навигация по иерархии – это привычный нам тип навигации по папкам. Если мы переключаем по иерархии, вот у нас появляется весь справочник номенклатуры. В нем есть вложенные папки для производственной деятельности, для торговой деятельности. В нашем примере, если мы раскрываем на плюсики, вот они все наши папки. Переходя по ним внутрь, мы, соответственно, заходим в нужную папку до тех пор, пока в ней не появится внутри товар. Вентиляторы, например, телевизоры, холодильники и так далее. Чем хорошо? Ну, как бы, прежде всего, у нас пользователь привык, естественно, как-то это вроде наглядно, все хорошо, вот разложено, структурировано. Вот, но со временем многие пользователи сталкиваются с тем, что товара становится так много, что иногда просто приходится сталкиваться с конфликтными ситуациями, что одни службы требуют, например, разместить в одних папках, другие говорят, нам это неудобно, третьи говорят, нам нужно учитывать, там, типа, размеры, например, на складовщики, да, на складе, и нам нужно хранить их под разными, с разными условиями хранения этот товар. И тут уже просто становится в тупик пользователь, то есть уже папок бывает, что не хватает. Для этого в 11-й версии редакции управления торговлей придумали вот эту вот как раз-таки иерархию по видам. То есть намного проще иногда отобрать по виду номенклатуры весь, весь, весь товар, который этого вида, ну, например, взять и отобрать вот так вот все продукты. Или там, допустим, всю обувь, либо, допустим, у нас нужна мебель, которая вот именно только по предварительной сборке, либо нужна мебель, которую мы собираем динамическими наборами. Вот таким образом мы фильтруем наш каталог товаров, либо услуг. Что дает правильный подход, да, именно структурировать наш справочник? Ну, соответственно, у нас уходит некая рутина, и меньше времени уходит на обработку информации. Мы быстрее ищем нужную номенклатуру. Избегаем дублирования элементов, избегаем некорректных настроек механизмов учета. Вот. И в конце концов, просто неверно вести правильный справочник с номенклатур, может привести к тому, что будет просто невозможное использование нашей информационной системы. По навигации по папкам, да, я уже сказала, да, она работает, это хорошо, очень красиво и наглядно, до тех пор, пока папок становится слишком много. Чтобы добраться до определенной номенклатуры и найти ее среди общего списка, приходится зайти в 10 подуровней, и это будет тяжело пользователю при подборе товара, например. Вот. Ну и плюс, соответственно, каждая служба может требовать свою классификацию номенклатуры. Поэтому параллельно вместе с навигацией по группам номенклатуры по папкам действует навигация по видам и свойствам номенклатуры для удобства пользователя. По характеристикам. Организация по характеристикам себя хорошо зарекомендовала. Ну, во-первых, как я говорила, это сокращает количество номенклатурных позиций в справочнике, то есть меньше выбирать информации. И, соответственно, все нужные параметры, все дополнительные реквизиты, они находятся уже внутри номенклатуры и используются в документах непосредственно в момент выбора. Ну, опять же, бывает такое, что характеристик у товара настолько много, что уже начинают путаться. То есть это тоже не всегда подходит. Иногда приходится отказываться и от характеристик, использовать только дополнительные реквизиты. Например, для поиска товара по определенным параметрам. Чуть позже тоже покажу. Ну, вот, например, если взять, да, как было раньше. Допустим, мы создаем папку профильные изделия, в ней у нас сложные папки уголки, тавровые балки. В них внутри уже находится номенклатура сталь с таким набором параметров. Алюминиевая сталь, линтированная с другим набором параметров. Сталь линтированная и так далее. Если мы переходим к организации списка номенклатура по видам, у нас вот эта вся блок-схема сокращается до наиболее короткой и вложенной. То есть у нас есть отдельный вид номенклатуры. Профиль заведен как доп. реквизит. Материал этого профиля заведен как доп. реквизит. И, соответственно, сочетание вот этих вот реквизитов нам создают уже, по сути, новую карточку номенклатуры. И в разрезе вот этих вот доп. реквизитов ведется учет. На скриншоте видно из программы, да, то есть как выглядят доп. реквизиты. Это вид номенклатуры, который создавался отдельно, профильные изделия. Здесь есть дополнительные реквизиты. Вот профиль, вот он материал. И, соответственно, с комбинацией вот этих доп. реквизитов мы можем уже и искать товар, и, соответственно, его свойства использовать. Также есть еще другие классификации, правила, которые используются вот службами, да, на предприятии. Это ценовые группы, которыми пользуется маркетинг. С точки зрения принципов ценообразования, это сегменты номенклатуры, CRM. Менеджеры используют для ограничения области действия соглашения с клиентами, применения скидок. Группы складского учета, то есть с точки зрения физических параметров, принципов размещения на складе, если это адресный склад. Нам и кладовщикам важно знать, какого размера товар, как он должен храниться, какие у него условия, сроки годности и так далее. С чем можно размещать вместе и для удобства, опять же, использования. Группы финансового учета, то есть для описания правил управленческого, регламентированного учета. Это, соответственно, как минимум номенклатуры, они все делятся, и по ставке НДС, если на основной системе налогообложения. Это все информация для бухгалтеров. Группа аналитического учета, экономическая классификация по однородным группам в целях учета производственных затрат, формирования отчетности. Для анализа финансового результата. Группы доступа номенклатуры, как я говорила, что это для ограничения доступа на добавление и изменение номенклатуры. То есть у нас есть номенклатура, которую редактируют, допустим, за нее отвечает только один пользователь. За другую область деятельности ему запрещено, допустим, использовать, добавлять туда товар или что-то корректировать. И это как раз рекламентируется этими группами доступа номенклатуры. Кстати говоря, этот реквизит тоже вынесен в отдельную настройку в базе. И его стоит заполнять по умолчанию, потому что могут возникнуть сложности при работе, например, с сервисом 1С номенклатура. Если перейти в базу 1С, в разделе НС и администрирование, настройки разделов по номенклатуре, у нас есть настройки создания. И вот здесь вот группа доступа. Это та группа доступа, которая задается по умолчанию всем товарам, которые, допустим, приходят из внешних источников. Ну, вот как в случае с 1С номенклатурой. Мы можем по умолчанию задать любую группу. В системе можно было взять какое-то значение, так как пустое она не примет. Поэтому сейчас мы зададим просто группу прочее, чтобы этот реквизит у нас не оставался пустым. Для удобства рекомендуется также использование справочника номенклатура поставщика. Тоже ранее не было такой возможности, и пользователи заводили. На предприятии была такая практика, что надо было заводить номенклатуру и называть так, как их, собственно, поставщик поставляет. Чтобы у нас наше наименование совпадало непосредственно с документами по требованию бухгалтерии. Но она тоже имеет свой минус, потому что иногда неудобно просто использовать то наименование, которое использует другое предприятие. Мы же все-таки информационную систему под себя подстраиваем, и нам удобно использовать свои названия. И это все отражается на нашем быстродействии и на работе пользователей. Поэтому в настройках номенклатуры есть настройки создания. Это номенклатура поставщиков. Мы ставили вот здесь галочку в дополнительной информации. Она используется для того, чтобы было проще найти номенклатуру. То есть мы в документах при подборе того же товара, у нас будет отдельное поле по номенклатуре поставщиков. Это отдельный регистр сведений, куда заносится информация непосредственно о названии товара, как он называется у поставщика. Но при этом все он у нас называется по-своему, как нам удобно. Так, сходу найти реализацию, конечно, в демо-базе иногда бывает проблематично. В общем, вот здесь добавляется дополнительное поле номенклатура поставщиков. И по ней, соответственно, мы можем проводить поиск нашей номенклатуры. Мы выбираем, грубо говоря, по названию, которое нам указано в документах входящих. Но при этом всем подставляется номенклатура наша. Номенклатура у поставщика называется вот так. У нас это вот так. Нам вот так удобнее. Или там где-то сокращенные используются наименования, где-то более уточненные. То есть у нас параллельно ведется как бы два названия. И это иногда удобно, чтобы ввести и все-таки искать номенклатуру по своим каким-то правилам, нежели искать по тем правилам, документам, которые нам прислали. Входящим документам. Я открыла документ приобретения товаров и услуг. Вот здесь в табличной части товара у нас помимо номенклатуры нашей имеется также номенклатура поставщиков. Если открыть вот эту запись и, например, показать ее в списке, мы перейдем в регистр сведений, где хранится непосредственно уже номенклатура поставщика. И здесь задается соответствие той номенклатуре, которая у нас называется. По включению функциональной опции, еще раз повторюсь, это в разделе НСИ «Администрирование» «Настройка разделов номенклатура». И в разделе «Дополнительная информация» содержится вот эта галочка «Номенклатура поставщиков», которая отвечает за включение этой функциональной опции. Также для удобства пользования справочником номенклатура рекомендуется использовать сервис 1С «Номенклатура». В конце мы о нем поговорим. И про генерацию наименований по шаблону. Что имеется в виду? Возвращаемся в нашу базу, опять же, к видам номенклатуры. Например, когда мы задаем новый вид номенклатуры или используем текущий, здесь у нас вкладка есть «Шаблоны наименований». То есть это шаблон или какой-то алгоритм, по которому у нас автоматом система будет генерировать наименование. Рабочее наименование – это то, которое использует пользователь при подборе товара. А наименование для печати – это то, которое будет выводиться, соответственно, в документы. То есть если мы нажмем по гиперссылке «Изменить», например, наименование для печати у нас сейчас задан параметр «Только наименование выводить». Но здесь мы можем выводить все. То есть, например, мы хотим вывести еще артистку. Пусть он будет, допустим, стоять в начале. Чтобы его добавить, мы здесь сюда пишем «плюс», добавляем в кавычках, допустим, пробел, нам нужен какой-то пропуск. И дальше идет параметр наименования. Это такая простенькая формула. Здесь можно использовать все, допустим, операторы, плюсы, минусы, что-то больше, что-то меньше, добавлять какие-то условия. То есть, допустим, если одно условие выполняется, то мы выбираем, расставляем одно название, если другое, то, соответственно, другое. Вот здесь можно проверить формулу. Если будут какие-то ошибки, то он выдаст формуле обнаруженной ошибкой. Между оперантами должен присутствовать оператор или разделитель. Вот здесь в данном случае у нас должен быть разделитель. То есть, мы выбрали параметр «article», добавили к нему пробел между словами и добавили «плюс» второй арт. Параметр – это наименование. Сохраняем, закрываем. И вот у нас уже изменился алгоритм, по которому формируется наименование для печати. Где это используется? При создании номенклатуры, в справочнике номенклатуры, это разделы на съедминистрирование, НСИ номенклатуры. Когда мы создаем непосредственно новый вид номенклатуры, мы сейчас изменяем левики с сериями и характеристиками. Становимся на этот вид номенклатуры и создаем, допустим, новую карточку. И вот здесь у нас есть рабочее наименование. Допустим, товар 1. У нас здесь есть поле «article». И мы можем заполнить наименование для печати, сформировать его в класс шаблона. И вот таким образом у нас, как мы задали, сначала выводится артикл, а следом выводится наименование, то, которое мы вот здесь задали. Для номенклатуры, у которых, например, очень много параметров, характеристик и так далее, это очень актуально, чтобы это не заводить каждый раз руками. Ты просто нажал одну кнопку, программа скомпилировала все нужные параметры в одно наименование для печати, которое будет выводиться. Или, допустим, в рабочее наименование. По поводу единиц хранения. Мы уже смотрели в настройках базы, что у нас есть основные единицы хранения. И есть единицы вывода для отчетов, которые могут использовать. Например, у нас, если есть такая балка, она на складе у нас учитывается в разрезе штук. Каждая балка имеет фиксированную длину 12 метров и вес полтонны. И поставляются балки у нас в упаковках по 6 штук. В документах могут указываться штуки. То есть мы продаем их поштучно и закупаем поштучно. Также мы можем использовать параллельно еще и упаковки, и тонны. И внутренняя отчетность по остаткам ведется в тонность. То есть в отчетах у нас будут выводиться тонны. Но в документах мы можем использовать и штуки, и упаковки, и тонны. В карточке номенклатуры это выглядит вот таким вот образом. То есть вот она, единица хранения штуки. Единица для отчетов у нас тонны. Ну и соответственно, что каждые 2 тонны весит. Вес одна штука у нас весит полтонны. Вес можно указывать как справочно, так можно и указывать непосредственно в документах. По поводу веса, по поводу размера. Эта история в основном про адресные склады. То есть если вам, допустим, не нужно четко знать, какого размера у вас товар, сколько он весит, какая для него должна подобраться тара, то с этими параметрами вы не заморачиваетесь и указываете их справочно. По поводу наборов упаковок. В программе реализовано несколько вариантов наборов упаковок. Есть общие наборы упаковок, есть индивидуальные наборы упаковок. То есть что здесь имеется в виду? Мы можем товар закупать и продавать, хранить в штуках. Можем, допустим, в упаковках. Эти упаковки складывать еще несколько упаковок на палеты, торговать, допустим, палетами. И в документах нам удобно где-то выбрать палет, где-то выбрать штуки, где-то упаковки, короба. И все это реализовано как матрешки. Они складываются друг в друга и, соответственно, сколько штук содержится в одном коробе, сколько коробов содержится в одном палете и так далее. Все это можно задать в настройках номенклатуры. Указания разных упаковок облегчают вот количество товаров в документах. То есть нам не нужно выбирать, сколько нам штук отгрузить, если у нас выбрано определенное количество упаковок, программа нам сама все пересчитает в нужных коэффициентах. Например, если взять что-нибудь, у нас есть упаковки. По поводу карточки, кстати, номенклатуры, тоже изменили в 11-й редакции внешний вид карточки номенклатуры. Она у нас теперь содержится в таких двух вариантах, то есть это две вкладки, либо карточка, где обобщенные свойства и гиперссылки, в целом, как в печатном виде, все-все-все выводится вот таким вот обобщенной общей карточкой. Ибо это можно перейти на вкладку реквизиты. И здесь непосредственно есть, ну по умолчанию, они все свернуты по разделам, в каком разделе нам нужно пойти, потому что номенклатуры столько параметров, что иногда можно запутаться. Мы можем открыть конкретно отдельные какие-то разрезы параметра учета, можем посмотреть раздел, допустим, единицы измерения и скорректировать все, что нам нужно. Можем открыть непосредственно все реквизиты, то есть по вот этой кнопке «Показать все», открываются все эти группы, и здесь уже полностью задаются все настройки номенклатуры, где можно добавить изображение, добавить дополнительное текстовое описание, дополнительные реквизиты, сведения о производителе, марке, сезонности, рейтинги и так далее. Все, что мы задаем в настройках нашей номенклатуры, все коды, непосредственно по ним все, но так вот сверху вниз и идти. И отсюда же можно перейти по гиперссылкам в отчеты, прайс-лист, история изменения цен и так далее. Ну а мы хотели посмотреть по поводу упаковок. Вот у нас есть наборы упаковок. Это в разделе «НСИ» и «Администрирование», «Классификаторы номенклатуры», «Наборы упаковок». Отдельно можно задать набор упаковок для каждого вида продукции или товара. То есть, допустим, масло у нас в пачках хранится, обувь в коробках пары, электротовары в штуках и так далее. Складские группы упаковок. То, что нам требуется указать для склада. Здесь имеется в виду, указывается именно группа упаковок. Они группируются по принципу общего хранения. То есть, допустим, мы палеты с обувью храним по определенным принципам. Соответственно, как известно, у нас маркировка сейчас используется. И у них свой принцип хранения и принцип отгрузки, отбора товара на складе. И есть упаковки отдельно для электротоваров, например, для холодильников, пылесосов. То есть, в зависимости от условий хранения. Также отдельно для них можно прописать отдельные правила размещения товаров. То есть, на каком складе. Опять же, актуально для адресного склонения. На скриншоте видно, как выглядит упаковка. То есть, допустим, мы создаем отдельную упаковку, которая из шести штук состоит. Здесь мы указываем, что единица по классификатору у нас упаковка. Одна упаковка состоит из шести штук. Наименование задаем отдельно. И можем задать такие параметры, как вес, вес брута, высота, ширина, глубина для склада, опять же, для типа размера. И что этот товар у нас поставляется в таре, например. То есть, чтобы программа автоматически нам предлагала выбрать, что если мы выбрали этот товар, давайте я вам добавлю, сколько нужно тара. Программа это все сама посчитает. В прикладном решении поддерживается три градации качества товаров. Это может быть новый, ограниченно годный и негодный товар. Ну, с новым все понятно. В принципе, ограниченно годный. То есть, если товар частично потерял какие-то свои потребительские свойства, но, в принципе, он может быть использован по назначению. На такие товары можно устанавливать цены, поскольку такие товары также могут быть проданы. Ну, соответственно, там идет свое уже правило ценообразования. Либо этот товар может списываться на какие-то внутренние нужды. Если товар негоден, то, соответственно, он полностью утратил свои потребительские свойства, и он не может быть использован по прямому назначению. И такие товары, как правило, списываются или возвращаются поставщику. По ним ведется отдельный учет. По карточке номенклатуры есть такой параметр, как качество. И здесь можно задать. На каждое качество товара заводится отдельная своя карточка номенклатуры. Если показать, как это выглядит в программе, допустим, да, и, кстати говоря, здесь тоже очень удобно, что навигация идет именно по видам номенклатуры. Здесь, если обратили внимание, например, на продукты, для кого актуарный срок годности, в первую очередь продукты, у нас вот здесь внизу появилось еще дополнительное окошко. Это свойства, по которым можно фильтровать наши товары. То есть, допустим, если мы хотим отобрать все номенклатурные карточки, у которых качество негоден, мы ставим галочку и вот у нас справочник фильтруется и показывает нам только отдельные заведенные по ним карточки номенклатуры. У которых признак качества стоит негоден. Если посмотреть в реквизитах, вот он, качество негоден. Или, допустим, нам нужно наоборот. Смотрите, еще какой-то товар, который ограничен негоден. Если нам нужно сделать фильтр по производителю, мы ставим, соответственно, фильтр по производителю. Откуда у нас появились вот эти свойства? Опять же, все зависит от вида, который мы создавали. Вид номенклатуры, если посмотреть, вот здесь на вкладке фильтр по свойствам, мы задаем те фильтры, по которым мы можем, собственно говоря, фильтровать наш справочник. То есть, вот мы выбрали, что мы можем фильтровать справочник по качеству, по производителю, либо по ставке МДС, например. Штрих-кодирование. Ну, это, наверное, одна из базовых функций, которая, как бы, в первую очередь, естественно, используется в управлении торговлей. Штрих-кодирование у нас используется повсеместно, причем это, естественно, не только двумерные, не только ЯН-13 штрих-коды, но и также, да, Томатик сейчас активно, да, в связи с маркировкой вводится, плюс есть отдельные штрих-коды на товары, которые с серийными номерами, на упаковочные листы, на короба. Для них есть отдельные, так сказать, генерируемые виды штрих-кодов, и все это можно хранить, ввести непосредственно в программе. Где это находится? Ну, вот, собственно, непосредственно сам штрих-код находится в карточке номенклатуры. Его можно завести руками, туда вбить, можно сканером считать, можно сгенерировать свой внутренний штрих-код для каких-то там своих, например, внутренних целей. Ну, например. У нас здесь и на вкладке карточка, и на вкладке реквизиты есть вот гиперссылка штрих-коды. Она, соответственно, синим цветом подсвечивается, здесь есть единичка, то есть там уже что-то введено. Если мы перейдем по этой гиперссылке, мы переходим в список штрих-кодов номенклатуры. Здесь мы видим сейчас внутренний штрих-код номенклатуры, то есть тот, который непосредственно генерировался уже здесь в программе, это не штрих-код производителя, но он может использоваться у нас, в нашем предприятии. Почему актуален, например, внутренний штрих-код? Ну, вот, например, в случае с конфетами «Белочка» это весовой товар, и здесь вот в самом этом внутреннем штрих-коде зашифрован непосредственно алгоритм, по которому будет генерироваться штрих-код. Если посмотреть разделенность и администрирование, в настройке номенклатуры, в «Настройках создания» здесь есть гиперссылка «Настройка префиксов внутренних штрих-кодов» НИАН-13. И здесь вот есть шаблон штрих-кода, то есть по которому генерируется непосредственно внутренний штрих-код. В случае, если это штучный товар, то начинается он с цифр 2.0. У – это внутренний такой префикс узла штрих-кода, то есть это для распределенных информационных баз используется. Если это весовой товар, начинается по нашим настройкам с цифр 2.1, дальше идет вот этот префикс, потом идет код товара четырехзначный, далее идет непосредственно уже вес товара в граммах и контрольное число. То есть, в принципе, мы по штрих-коду можем посмотреть, сколько этот товар весит, какой, собственно, код у нас использовался, код этого товара на весах, и непосредственно, когда уже сканером считывают на кассе, да, при реализации этот товар, программа разбивает этот штрих-код на отдельные части, считывает нужные части себе, берет и прописывает нужные поля программы. Таким образом используются внутренние штрих-коды. И здесь, опять же, все это удобно как бы вот расшифровано, то есть здесь можно это все редактировать. Сертификат – это тоже дополнительная возможность. Она включается в разделе НСИ «Администрирование», «Дополнительная информация», вот здесь галочка «Сертификаты номенклатуры», то есть включается возможность использования справочника, где будут храниться непосредственно данные о сертификации. Если он у нас находится в разделе «Проще, наверное, найти через поиск меню». Вот здесь, кстати говоря, тоже такое меню «Лайфхак». Если вы не помните, где в каком разделе находится какой-то пункт меню, но помните, как он называется, его можно найти вот здесь по поиску. Например, «Сертификаты номенклатуры» у нас находятся в группе «Смотри», также в разделе «Склад и доставка». И вот у нас справочник «Сертификаты номенклатуры». Здесь у нас для примера сейчас заведены два сертификата, «Декларация соответствий» и «Сертификат соответствий». Если мы их откроем, посмотреть, у нас есть дата, с какого числа он действует, по какое число, либо это бессрочный сертификат. Сюда можно непосредственно загрузить скан самого этого сертификата, чтобы потом распечатать его и приложить, допустим, к документам при продаже. Это представление, как он называется. И вот здесь вот область действия этого сертификата. То есть на какую конкретную номенклатуру, либо на какой конкретный товар распространяется этот сертификат. Либо он может быть привязан к виду номенклатуры. То есть все-все-все товары, которые этого вида, они все будут иметь привязку к этому сертификату. Либо можно задать конкретный список товаров. То есть непосредственно выбрать отдельные товары, составить их вот сюда список и один сертификат к ним привязать. Здесь есть файлы. По гиперссылке можно приложить все изображения, все сканированные документы и, соответственно, их потом использовать. Прикладное решение позволяет также оформлять и контролировать операции по учету возвратной тары. Прежде всего, программа автоматически рассчитывает необходимое количество и заполняет информацию о таре при оформлении операций продажи, закупки и других. Находится это, например, документы о закупке, да, если... Проще найти через рабочее место. Для учета тары организовано отдельное рабочее место. Оно находится в разделе продажи, оптовые продажи и в закупках тоже. Называется «Возврат и выкуп тара». Здесь можно посмотреть непосредственно все-все-все документы, где использовалась тара возвратная. Чтобы нам сейчас не искать, да, в какой реализации мы использовали тару, мы просто зайдем в это рабочее место, и вот здесь на вкладке «Переданная возвратная тара» у нас есть пример документов. Вот, например, бутылка, ящик. При заполнении вот здесь можно дополнить тарой непосредственно документ принудительно, либо если, допустим, туда попадает номенклатура при подборе товара, которая поставляется только в таре, то, соответственно, программа сама выдаст предупреждение, дополнить этот тарой или нет. В данном случае, как бы, тут уже дополнил тарой, поэтому я не могу сейчас дополнить. Здесь уже тара есть. Ну и здесь в этом работе месте также можно оформить заявку на возврат тары, либо непосредственно сам возврат, или выкуп тары. Ну и на нужных вкладках у нас есть соответствующий функционал по работе с тарой. Тара у нас заводится как отдельный вид номенклатуры. Если вернуться в наш справочник номенклатура, здесь есть отдельный вид номенклатуры тара. У него есть свои параметры учета. Они точно так же задаются в настройках вида номенклатуры. Тип номенклатуры, прежде всего, почему это тара, да? Потому что у нас тип номенклатуры выбран тара. Программа понимает, что нужно, соответственно, использовать ее и дополнять в документах продажи и закупки. Может использоваться по характеристикам и по сериям. Такое тоже возможно. И все остальные вкладки по доп. реквизитам. Например, минимальная поставка, шаблоны наименований можно задать, фильтры, но обычно до фильтров в разрезе тары не доходит, их ее не так много. Но, опять же, в зависимости от размера предприятия, от количества номенклатурных позиций. Настройки создания, то есть те поля, которые нам необходимо будет заполнить обязательно при создании карточки номенклатуры. И значение по умолчанию. Здесь по умолчанию для любой карточки номенклатуры мы можем задать все параметры, которые будут автоматом проставляться, чтобы нам, опять же, меньше времени тратить на заведение определенных реквизитов. Если у нас в одном виде номенклатуры ставка НДС всегда одинакова, мы ее выбираем всегда. Если нам нужна другая ставка, соответственно, мы выбираем другую. Если она у нас всегда только в штуках хранится, есть смысл проставить вот здесь сразу единицы отчетов, единицы хранения, сразу нужные единицы, чтобы нам потом в карточке номенклатуры, в каждой создаваемой, не проставлять этот параметр руками. Все значения по умолчанию, все заполнялки берутся вот отсюда. И из шаблонов наименований, про которые мы уже говорили. Динамические наборы и товары, продаваемые совместно. Что имеется в виду? В программе реализовано, ну как, собственно, в десятке, есть варианты комплектации номенклатуры. То есть, если у нас есть товар, который состоит из каких-то определенных позиций и требуется его сборка, ну, например, у нас на складе есть ножки для стула, есть сидушки, есть спинки, но при этом все как бы стул у нас состоит из определенных вот этих комплектующих. Его, соответственно, нужно перед тем, как продать, сначала собрать на складе. Поэтому у нас учет ведется в разрезе комплектующих. Вот мы видим наши ножки, спинки, сиденья, но при этом все после сборки у нас появляется на балансе групповое предприятие уже готовая позиция стул продажи. Но перед этим, соответственно, следует этап сборки. То есть, это оформляется отдельный документ, который переводит наши комплектующие в разряд готового товара. В случае с набором такого не происходит. То есть, мы динамически формируем набор при продаже. Ну, на примере вот здесь вот мы рассмотрим. У нас есть мебель предварительная сборка, да, вот такой вид номенклатуры, а есть мебельный гарнитур как набор мебели. Чем они отличаются? Вот здесь мебельный гарнитур как набор мебели, у него тип номенклатуры, вот здесь вот набор. Если вот в мебель предварительная сборка, да, посмотреть, у него будет тип номенклатуры другой. Это товар. И, соответственно, программа понимает, что он по-разному используется в документах. Например, мебель предварительная сборка. Что у нас здесь может быть? Вот у нас есть набор кухонной мебели Диана. Хорошо. Заходим в него. И вот здесь по кнопочке «Перейти» можно перейти в варианты комплектации. Это первый вариант, который можно перейти. И здесь, если ниже пролистать, вот есть гиперссылка. На карточке «Варианты комплектации». Либо на вкладке «Реквизиты» тоже можно показать реквизиты. И перейти в варианты комплектации. Они будут вот здесь по гиперссылке. Тут видно, что у нас есть три варианта комплектации одного и того же кухонного гарнитура. Это расширенный комплект, стандартный, эксклюзивный комплект. И, соответственно, чем они отличаются? Ну, как основной, тот, который у нас чаще всего используется. Это стандартный комплект или, допустим, расширенный возьмем. Что в него входит? Какие у нас комплектующие? Мойка, шкаф, стол, стулья и так далее. Это единицы измерения комплекта, либо там несколько штук. Создается определенное количество и указывается доля стоимости вот в этом именно конкретном наборе. И, соответственно, из вот этих всех комплектующих, сколько штук товара на выходе мы получаем после сборки в данном случае. Для чего это нужно? Ну, во-первых, в программе, соответственно, реализована автоматическая заполнялка. То есть на складе, например, если нужно собрать тот же стул, там, вкладовщику не нужно, да, например, искать там какие-то документы, а то из чего собрать этот стул, да. Нажимаешь кнопочку «Заполнить», он тебе автоматом выкидывает, что нам нужно вот это, вот это и вот это в таком-то количестве. И получим соответствующее нужное количество в результате сборки. После оформления складских документов, после того, как товар собран, он появляется на складе и после этого его можно продавать. Это первый момент, да. Есть второй вид мебели, да, мебельный гарнитур у нас в виде набора мебели. Чем он отличается? Он отличается тем, что это набор. В данном случае у нас, получается, как такового мебельного гарнитура «Артон» на складе не будет никогда. Мы его собираем из тех комплектующих, которые в него входят, именно в момент продажи. Например, если сделать какой-то документ продажи. Разница в том, что мы набор не можем просто так выбрать, непосредственно набрав все отдельные части, да, нам это, в принципе, и не нужно. Мы его выбираем именно через кнопку «Заполнить» подобрать товары, так как мы не можем выбрать товар просто путем кнопки «Добавить» и вот здесь вот выбрать этот вот набор номенклатуры. Подбираем наш комплект мебели. Вот он набор мебельный гарнитур. Мы его выбрали, и вот у нас его состав. Все автомат в систему подтягивает. Мы добавляем набор, переносим его в табличную часть документа, и вот он у нас добавился. То есть мы выбрали вроде бы набор. Если его вот здесь вот по кнопочке «Открыть», он нам показывает, что это мебельный гарнитур «Артон». Но при этом непосредственно в реализации у нас указываются уже те позиции, из чего состоит этот набор. При этом все. Можно, опять же, в настройках самого этого набора указать, что у нас будет выводиться в самом документах при печати. Где наш комплект? Вот состав набора. Для документов продажи в печатных формах мы можем выводить только набор, то есть непосредственно мебельный гарнитур. Мы можем выводить и набор, и комплектующие, и можем выводить только комплектующие. То есть в реализации у нас будет выводиться непосредственно сами комплектующие, а при печати будет уже конкретика. То есть либо это набор, и он состоит из вот этого, либо это просто набор, и неважно уже из чего он состоит, если это не надо выводить на печатную форму. И цена. Она может складываться из цен комплектующих, из того, с чего он состоит, либо назначаться в целом на набор и иметь свое отдельное ценообразование. Это закрываем. По поводу наборов это все. Также у нас есть еще номенклатура, которая продается совместно. Что это такое? В разделе «НСИ администрирование», в разделе «Настройки разделов номенклатуры» у нас есть дополнительная информация. И вот здесь есть галочка «Номенклатура продаваемая совместно». Ну что имеется в виду? Это номенклатура, которая дополняет при продаже основного товара чем-то еще. То есть вы купили фотоаппарат, давайте-ка мы вам еще продадим сейчас протиралочки всякие, средства для ухода и сумку для фотоаппарата и так далее. И все это называется сопутствующим. Продаваем совместно с этим товаром. Можно настроить автоматический поиск ассоциаций. То есть он происходит по вот этой вот гиперссылке под галочкой «Номенклатура продаваемая совместно». Есть гиперссылка «Настройка поиска ассоциаций». Если перейти по ней, здесь можно задать бегунки. То есть здесь программа анализирует за какой-то определенный период, когда продавались товары. Вы можете выбрать любой период, количество их. И, соответственно, программа «Назад» вот эти периоды анализирует и смотрит, какой минимальный процент случаев. То есть как часто сочетание товаров должно встречаться в документах продаж. 0% это хотя бы в одном документе, и 100% это в каждом документе должно появляться вот это сочетание товаров. Если как часто при продаже одного товара продается и другой товар. 0% этот бегунок задаем, если, допустим, хотя бы один раз, если 100%, то абсолютно всегда. Вот этот бегунок максимальная значимость. Насколько чаще при продаже одного товара продается другой, чем когда при продаже одного товара не продается другой. То есть 0% товары редко продаются вместе, они чаще отдельно продаются, либо 100% допустим, да, и бегунок в зависимости от этого регулируем. Но это если товары чаще продаются вместе, нежели отдельно. И в зависимости от вот этих вот настроек программа сама анализирует данные и выдает поиск ассоциаций. Сами вот эти вот ассоциации можно задать также еще и вручную. Они находятся в разделе CRM и маркетинг, настройки справочники по CRM и маркетингу, и есть номенклатура, продаваемая совместно. Заходим в раздел CRM и маркетинг, настройки справочники, и ставим ниже. Номенклатура, продаваемая совместная. Здесь уже вручную можно задать непосредственно наши параметры. То есть не на основе того, что программа у нас проанализировала, но отдельно, что конкретно под каждую номенклатуру. Например, купили вентилятор напольный, как следствие номенклатура вентилятор оконный. Приобретите еще количество случаев, процент случаев, все остается вручную уже непосредственно пользователям. И в момент оформления продажи, когда пользователь подбирает товар, вот он выбрал вентилятор, например, тот же Бенатон, у него появляется гиперссылка с подобранной номенклатурой, совместно продается. То есть если там есть хотя бы одна номенклатура, которую рекомендуют продавать совместно, то здесь по этой гиперссылке появляется тот товар, который рекомендуется добавить, предложить покупателям. И, соответственно, он точно так же добавляется в табличную часть. Переходим к сервису 1С Номенклатура. Это еще один способ заведения товаров в программе. Он очень актуален, особенно для продуктовых магазинов, концмаркетов. Это единый каталог описания товаров и услуг. В нем очень много позиций. Конечно же, они не все. Этот каталог постоянно редактируется, добавляется, расширяется. Если вы, допустим, являетесь производителем и вы хотите внести свой товар в этот каталог, вы можете обратиться по электронной почте bnsobachka1s.ru, вам пришлют обработку, для того, чтобы вы могли составить данные вашего товара и внести его в этот единый каталог. Сервис 1С Номенклатура позволяет решить следующие проблемы. Упорядочить введение справочника номенклатуры. Благодаря этому сервису можно завести непосредственно все папки и виды номенклатуры, допустим, в вашем справочнике, просто автоматически загрузив их. Вам не нужно ничего забивать руками, так как это будет там уже заведено. Снять проблему сопоставления собственных наименований и номенклатуры с наименованиями контрагентов. То есть у вас в любом случае они ссылаются на один и тот же каталог и, соответственно, у вас уже не будет различий. Это очень актуально, особенно при электронном документообороте с контрагентами и взаимодействии с государственными информационными системами. Когда все централизованно заводится, это очень удобно. Остается только спустить ниже на уровень и использовать. Ну и, соответственно, это облегчает поиск товаров при массовых закупках. Основные возможности – загрузка, создание и сопоставление видов номенклатуры из сервиса, создание дополнительных реквизитов и заполнение их значениями из сервиса, загрузка, создание и сопоставление номенклатуры, поиск сервиса товаров по штрих-коду. То есть, допустим, вам привезли уже непосредственно товар, вам нужно его добавить в систему, вы просто его сканируете по поиску по штрих-коду и добавляете в вашу товароучетную систему. Если, конечно, этот штрих-код там содержится. Чтобы работать с сервисом 1С-номенклатура, требуются две настройки. Во-первых, нужно подключение интернет-поддержки сервисов. Это находится в разделе «Интернет-поддержка и сервисы» подключаются в любом программном продукте. Когда вы его приобретаете, это личный кабинет на сайте портала 1С.ру. В нем прикрепляется ваш программный продукт, номер регистрационный. И, соответственно, по нему же вы по интернет-поддержке получаете обновление для вашего программного продукта. Поэтому интернет-поддержка, как правило, подключена у всех. Главное, чтобы у вас непосредственно в этом личном кабинете, который у вас подключен, был подключен договор и программный продукт прописан. Далее нужно зайти в раздел «1С-номенклатура» и включить там галочку, что вы используете этот сервис. Посмотрим в базе. Вот у нас ниже идет «Интернет-поддержка и сервисы». Выглядит она вот здесь. То есть здесь заведена учетная запись. Это логин. Пароль, соответственно, выводите в момент, когда нажимаете кнопочку «Подключить». Если перейти по этой гиперссылке, вы можете зайти на портал 1С.ру и здесь увидеть ваши непосредственно подключенные сервисы. Пока грузится. Перейдем еще также в раздел «Инси администрирование» и непосредственно в раздел «1С-номенклатура». Здесь у нас галочка «Сервис 1С-номенклатура» мы включаем. Переходим в личный кабинет. Здесь нас перебрасывает на портале именно в раздел «1С-номенклатура». И здесь можно подключить в личном кабинете на портале тестовый период. Он предоставляется на 1 год. Он бесплатно предоставляется на 10 тысяч карточек номенклатуры. В принципе, как бы немало уже можно пользоваться в тестовый период. И здесь вот есть состав предоставляемый и сроки пользования. Вы просто нажимаете кнопочку «Подключить». Сейчас у меня ее здесь нет, потому что я уже этот сервис подключила. И используйте его. После того, как вы проставили галочку «Сервис 1С-номенклатура», интернет-поддержку подключили, нужно будет перезайти еще раз в базу, чтобы у вас активировалась кнопка «1С-номенклатура». Она находится непосредственно в справочнике «НСЕ-администрирование», «НСЕ-номенклатура». У нас появляется вот такая кнопка «1С-номенклатура». И здесь можно непосредственно уже загрузить номенклатуру из этого сервиса. Попробуем загрузить что-нибудь. Здесь очень удобная навигация. То есть здесь есть выведены все категории, которые нужно. Допустим, найти по дереву категорий. Или вам нужно загрузить какую-то определенную ветку. Допустим, продукты. Допустим, вы хотите загрузить все группы. Вот у вас выбраны номенклатуры, которые вы хотите загрузить. На примере одной сейчас просто покажу. Опять же, у нас сейчас, так как мы не заводили некоторые виды номенклатуры специально для этой позиции, да, это удобно для чего, ну, во-первых, если база пустая, да, в первую очередь добавляйте виды номенклатуры автоматом, а потом уже загружайте и номенклатуру, которая вам нужна. Если мы сейчас попробуем добавить какую-нибудь номенклатуру, двойным кликом мы открываем карточку номенклатуры и можем посмотреть, что внутри нее, подходит ли нам эта позиция, да. Здесь наименование, это единица измерения ставки НДС и в штрих-код заведем. Если, кстати говоря, штрих-код есть и там у вас товар в наличии, да, то вот здесь по кнопке поиск вы просто сканируете ваш штрих-код и находите эту номенклатуру в общем списке. Вот он ее нашел по штрих-коду и, соответственно, вы ее добавляете. То есть способ уже стопроцентный, уже не искать по названию или по категории, вот, просто ищите по штрих-кодам. И нажимаете кнопочку загрузить. И вот программа проанализировала, какие у нас имеются виды номенклатуры, и он говорит, что мне нужен вид номенклатуры, с которым я могу сопоставить загружаемую номенклатуру. Вы можете выбрать тот, который у вас имеется в программе. Тот, который вам подходит. Допустим, те же продукты. Вы можете завести отдельный вид номенклатуры, если вы хотите, чтобы он совпадал, допустим, с централизованной базой. Для этого мы заходим в все администрирования классификаторы номенклатуры и в справочнике вид номенклатуры. Здесь тоже есть кнопочка загрузить, добавить из сервиса 1С номенклатура. Здесь открывается у нас каталог, все наши папки, и мы можем раскрыть и выбрать тот вид номенклатуры, который нам нужен, который мы хотим загрузить. Допустим, мы хотим загрузить все группы. И нажимаем «Загрузить категории». У нас программа спрашивает, загрузить по отдельности, сохраняя всю иерархию или вовсе не сохраняя иерархию. Можно выбрать уровни, то есть сколько папок вложенных нам нужно из этой номенклатуры. Если нас устраивает то, как оно наглядно все есть, мы, например, можем выбрать «Сохранить всю иерархию». Можно загрузить категории с объединением в новый вид номенклатуры, а можно привязать уже к существующему виду номенклатуры. Загружаем наши виды. Загрузка, созданная элементом 12. То есть мы добавили в наш справочник папку «Продукты напитки табак», «Бакалия», «Крупа» и в ней, соответственно, нужные виды завели. Если возвращаемся обратно в наш справочник, давайте попробуем загрузить, да, допустим, нашу позицию номенклатуры. Можно не заходить внутрь, можно прямо непосредственно из списка номенклатуры нажать «Загрузить». То здесь уже программа у нас анализирует, что у нас вид номенклатуры уже был создан, он нам подходит. И вот он создает карточку и заполняет ее. Он уже ввел здесь и штрих-код, который нужно, и название, и качество, и единицы хранения, ставки НДС и все, что нужно было для этой номенклатуры. Вид автоматом выбрал тот, который проанализировал, да, соответственно, справочником вида номенклатуры. Нам остается только записать и закрыть. Если мы сейчас снимем здесь отбор штрих-кода, допустим, мы хотим выбрать несколько номенклатур. Потом мы вот здесь вот по кнопочке «Загрузить» непосредственно уже из списка выбираем и загружаем ее. После того, как номенклатура загружена, у нас вот здесь вот поставится галочка «Загружено», скорость работы этого сервиса непосредственно зависит от скорости интернета. Загрузили, создали. И таким вот образом, либо выбирая из действующего списка, либо поиском по штрих-коду, мы добавляем номенклатуры. Это значительно ускоряет процесс обработки информации, нежели заводить все руками и каждый реквизит, и каждый вид номенклатуры. Спасибо за внимание, до новых встреч. Пишите вопросики на наш почтовый адрес. С вами дополнительно еще свяжутся менеджеры по поводу вебинара, и все вопросы можете задать им, уточнения или какие-то пожелания. Будем рады обратной связи. Спасибо за внимание, до свидания.